Когда мы находимся в вагонии достижения целей, мы забываем обращать внимание на одну маленькую, но очень важную вещь. Когда мы сконцентрированы на целях, у нас появляется некое такое туннельное зрение, благодаря которому мы сконцентрированы идем туда, куда нам хочется. Но иногда те способы, которыми мы туда идем, не самые подходящие, не самые эффективные для того, чтобы свою цель достичь. И сегодня я хочу тебе в рамках передачи «Утренняя раскачка» порекомендовать сделать себе один небольшой вызов на целую неделю. И сегодня мы начнем практиковать пресуппозицию, которая называется «Нет побед и поражений, есть только обратная связь». О чем нам говорит эта пресуппозиция NLP? Это такое убеждение, в которое бы было здорово поверить, чтобы быстрее и эффективнее достигать своих целей. Например, у тебя есть какая-то важная цель. Ты ходишь вокруг да около, ты делаешь действия, но ты как будто не можешь приблизиться. Вот зная это убеждение, зная эту пресуппозицию, нет побед и поражений, есть просто обратная связь, это тебе поможет сделать нужные выводы о себе. То есть все, что у тебя получается, либо все, что у тебя не получается, не стоит окрашивать эмоционально, не стоит придавать этому либо позитивный окрас, либо негативный. А просто воспринимать это механистично достаточно, воспринимать это как обратную связь. А что значит обратная связь? Если мы что-то делаем, и у нас это получается, это не значит, что мы такие молодцы, это не значит, что у нас все круто. Это, конечно, хорошо так иметь хорошую, такую здоровую самооценку. Но дело здесь совершенно не в этом. Здесь дело как раз таки в том, чтобы замечать те действия, которые дают нам результат. Опять же, если мы что-то делаем по достижению к своей цели, и у нас что-то получается, это значит, что мы подобрали подходящий инструмент для достижения. А если же мы что-то делаем, упорно что-то делаем, и нас это не приближает к цели, это значит, ни больше, ни меньше, это не значит, что мы плохие, это не значит, что у нас руки кривые, и так далее, и так далее, и так далее. Это лишь только значит, что мы подобрали неверные способы для достижения желаемого. Поэтому запомни вот эту пресуппозицию, запомни это убеждение. И попробуй, начиная с сегодняшнего дня, целую неделю, что бы ты ни делал, что бы случилось хорошее, что бы случилось нехорошее, повторять себе эту фразу. Нет побед и поражений, есть просто обратная связь. Если что-то у тебя получилось, это обратная связь, которая говорит тебе, что тот инструмент, который ты подобрал, он эффективен. Если у тебя что-то не получилось, это не значит, что ты какой-то криворукий, кривоногий, криворотый. А это значит, что ты просто выбрал неверный инструмент. И мы живем на самом деле в таком достаточно механистическом мире. И многие люди, знаешь, не обращают внимания как раз на обратную связь. Они включились в какую-то интересную игру по достижению своего результата. Но они не видят обратной связи. Ну как это бывает? Допустим, ну вот кто-то решил стать, допустим, не знаю, каким-нибудь блогером, к примеру. И он делает на его сугубо личный взгляд классные видео, но его никто не смотрит. И это не значит, что он хороший или плохой. Это не значит, что его контент хороший или плохой. Это значит, что что-то в его действиях неправильное. Это прямой звонок к тому, что нужно менять действия. И это происходит сплошь и рядом. В любой деятельности, с которой бы ты не связался, это будет происходить. Если ты делаешь какие-то определенные действия, но не получаешь необходимого результата, это не значит, что с тобой что-то не так. Это значит, что те действия, которые ты выполняешь, они, скорее всего, не самые эффективные для этого результата. Я надеюсь, я понятно рассказываю про эту пресупозицию. Эта пресупозиция на самом деле помогает очень сильно изменить свое отношение к многим проблемам, с которыми мы встречаемся. Эта пресупозиция помогает очень сильно изменить отношение, в том числе к себе и к своим каким-то неудачам. Нет побед и поражений, есть просто обратная связь. Я пошел, я попробовал, я сделал. И зачем мне усиливать свои ресурсные вложения, скажем так, в какую-то деятельность, которая не приводит к необходимому результату. Я буду пробовать искать новые действия по достижению желаемого. И это совершенно нормальная история. Мне буквально недавно в прямом эфире одна девушка задавала вопрос, что мне делать, если я легко прохожу собеседование и больше года на одной и той же работе не задерживаюсь. Так это же прекрасная новость. Это прекрасная новость, что ты можешь, ты способна или ты способен искать. Потому что если ты еще не нашел свой род деятельности, если ты еще не нашел те занятия, в которых ты можешь проявлять усидчивость, какую-то настойчивость, то скорее всего это звоночек о том, чтобы задуматься, а вообще тем ли делом я занимаюсь, вообще то ли я делаю. Потому что если вот нет вот этого драйва, если нет вот этого огня, то скорее всего ты занимаешься чем-то не тем. И очень здорово, что мы сейчас живем в таком мире, в котором у нас есть все возможности для того, чтобы пробовать себя. И знаешь, на самом деле люди, многие подходят достаточно радикально к каким-то переменам. Они считают, что если есть возможность изменить жизнь, нужно ее менять на корню. Мне кажется, что на сегодняшний день можно, оставаясь даже на нелюбимой работе, можно пробовать перебирать разные виды деятельности. И если эта деятельность тебя цепляет, да, если ты испытываешь к этой деятельности вот такую прям любовь, как знаешь, когда в 16-17 лет ты испытываешь влюбленность, и тебя тянет, ты не можешь проводить время без этого человека, то если ты находишь такое занятие, это очень круто, это очень здорово, если ты готов на это тратить время. Но опять же запомни, нет побед и поражений, есть просто обратная связь. Если что-то не получилось, это не хорошо и не плохо, это просто нужно искать новые инструменты. Если что-то получилось, это тоже не хорошо и не плохо. Это просто ты подобрал хороший инструмент. И чем больше вот этих хороших инструментов, хороших способов, хороших подходов ты будешь иметь в своей какой-то внутренней ментальной копилочке, тем лучше у тебя будет получаться достигать цели. Задание на неделю. Запиши себе пресуппозицию. Нет побед и поражений, есть просто обратная связь. На листе, в смартфоне, в заметках. Просто запиши ее и один раз в день, желательно вечером, анализируя свой прошедший день, из этого убеждения попробуй проанализировать свои действия, свои успехи и свои неуспехи. И ты будешь находить интересную закономерность, что в течение дня ты делал ряд действий эффективных, хороших, полезных, результативных. А ряд действий будут нерезультативные. Соответственно, когда ты будешь находить нерезультативные действия, ты можешь давать себе корректировку, либо корректировать эти действия, либо эти действия вовсе изменять. Я надеюсь, что этот урок был для тебя полезным. Подписывайся на канал. Передача «Утренняя раскачка» выходит каждый вторник в 9 часов утра, где ты получаешь один, но очень важный такой корректирующий совет, используя который в течение недели, ты можешь значительно сильно улучшить свою жизнь. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok